Пластиковые карты умерли Они умирают как структуры. Через 50 лет вместо 218 стран будет 600 городов. Уже через 25 лет не будет, например, Австрии, потому что уже сейчас Австрия – это Вена и какие-то там городишки рядом. Это произойдет из-за смены системы восприятия информации, развития транспорта и технологий в целом. Все, что может быть оцифровано, будет оцифровано. Медицина, безопасность, образование, армия – ровным счетом все. Нас чаще и чаще окружают вещи с приставкой «умный». Умный дом, умные часы, умный автомобиль. Кажется, что скоро даже макияж станет умным и будет напоминать нам, когда пришло время его смывать. Миром правят монополии. В капитализме деньги делаются через монополию. Нет монополии – нет денег. В данное время это монополии из списка ФЭЭНГ. Что это такое? ФЭЭНГ – это аббревиатура из названий таких компаний, как Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Именно они на сегодня определяют стандарты бизнес-среды. Всем приходится оглядываться на них. Если ваша идея вписывается в мир ФЭЭНГ, вы сможете это сделать. Если нет, это будет трудно или невозможно. Таковы законы капитализма. Если вам не нравится капитализм, вам пора в Северную Корею. Если вам не нравятся города, живите в деревне. В современном мире рост собственного капитала опережает рост национальных экономик. Поэтому, если вы хотите приумножить свое состояние, стоит начать заниматься инвестициями. Из-за стремительной диджитализации и роста безработицы увеличивается рост расслоения. Поэтому богатые богатеют, а бедные беднеют. Из-за этих процессов больше всего пострадает средний класс. Его доходы неуклонно скатываются в течение последних десяти лет. Государство будет пытаться заботиться о бедных, а среднему классу нужны собственные стратегии. И один из лучших вариантов в этой ситуации – инвестиции. У вас в голове есть пузыри, в которые нас учили верить с детства родители, учителя, правительство. С рождением интернета эти пузыри очень быстро начали лопаться. Общее количество знаний выросло по экспоненте. За это время мы произвели огромное количество данных и цифрового контента. Машины ускорили производство информации. Она развивается с такой скоростью, что мы глупеем каждое утро. Информации и технологии развиваются каждый день, а мы нет. Нам говорили, что мы должны стать мастерами хотя бы в чем-то. Но теперь не может быть никаких мастеров. В новой парадигме мы все любители. Но это создает огромные возможности для бизнеса. Потому что нам нужны компании, которые будут постоянно закрывать разрыв между новой информацией и нашими знаниями. Ни один ученый, ни одна компания не могут ничего сделать в одиночку. Поэтому нам нужно сотрудничать на всех уровнях – местном и международном, потому что мир стал слишком сложным. Знаете, сколько человек участвует в создании музыкального хита? Иногда больше 15 человек. Нобелевская премия раньше присуждалась одному человеку. Сейчас же ее делят 2, 3, а иногда и 5 исследователей. Потому что стало невозможно делать что-то в одиночку. Мир стал многополярным. Связывая между собой существующие системы, мы создаем системы нового порядка. Если вы стараетесь производить телефоны, то забудьте о долгосрочном планировании. Пока вы допишите план разработки, технологии поменяются уже 200 раз. В новой реальности нужно идти методами проб и ошибок. Это то, чем занимаются ученые, проводят эксперименты и документируют результаты. Сейчас эта логика приходит из университетов и лабораторий в бизнес и даже в правительство. Ценность высшего образования становится ничтожной. Знание в университетском мире перестало быть уникально. Вам не нужен Гарвард для знаний из Гарварда. Поэтому если 5 лет назад корочка выпускника давала вам зеленый свет в любую корпорацию, то теперь все эти знания доступны любому желающему. И вопрос только в ближайшей смерти физических дипломов. Это дело нескольких лет. Мы воспринимаем жизнь как серию транзакций. Мы постоянно договариваемся. Все машины и технологии снижают издержки транзакций в любом виде человеческой деятельности. Самое глупое, что может сделать человек, это попытаться остановить эволюцию. Уже сейчас у нас в голове информации больше, чем мы можем рассказать. В современном обществе, которое основано на знании, мозги всегда одержат победу над мускулами. Исторически те, кто не были похожи на других, страдали. Теперь отклонение от нормы – это рецепт выживания. Так что если хотите добиться успеха, перестаньте быть такими ужасающе нормальными. Думайте, анализируйте и никогда не прекращайте развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok